Заповедь 10 Она сестра их, мне кажется, печаль — это одно, другое — гнев, и сомнение само по себе. И он ответил, — Неразумен ты, неужели не понимаешь, что печаль — самый злой из всех духов и самый вредный для рабов Божиих? Она губит человека, как ничто другое, и изгоняет из него Святого Духа и опять спасает. Господин, не могу я постичь смысла этих притчей, и не понимаю, каким образом печаль может погубить и опять спасти. Слушай, — сказал он, — и разумей. Кто никогда не изыскивал истины и не исследовал Божество, но только уверовал и потом предался разным языческим занятиям и другим делам всего мира, тот не понимает притчи божественных, потому что омрачается от таких дел, повреждается и загрубевает разумом. Как хорошие виноградные лозы, оставленные без ухода, подавляются и заглушаются разными сорняками и терниями, так и люди, которые только уверовали и вдались в дела этого мира, лишаются своего смысла и, думая о богатствах, совершенно ничего не понимают, и разум их, занятый мирской суетой, глух к Господу. Но те, которые живут в страхе Божием, тщательно исследуют истину, и божественное, и сердцем обращены к Господу, они легко принимают и разумеют все, что говорится им. Ибо где обитает Господь, там много разума. Поэтому прилипись к Господу, и все поймешь и уразумеешь. Послушай теперь, неразумный, каким образом печаль изгоняет Духа Святого и как опять спасает. Когда сомневающийся не обретает успеха в каком-либо деле из-за своего сомнения, то печаль входит в сердце такого человека, омрачает Духа Святого и изгоняет его. И когда охватывают человека гнев и сильное раздражение по какому-нибудь поводу, то опять печаль входит в сердце. Он скорбит о своем поступке, раскаивается, что разгневался. Эта печаль кажется спасительной, потому что влечет раскаяние. Но и в том, и в другом случае печаль оскорбляет Святого Духа. Печаль, вызванная сомнением или тем, что не удалось человеку его дело, печаль неправедная. Печаль же от досады на дурной поступок, неплохая печаль, но и она оскорбляет Святого Духа. Посему удаляй от себя печаль и не оскорбляй Святого Духа в тебе живущего, чтобы он не возрастал на тебя Господу и не удалился от тебя. Ибо Дух Божий, обитающий в этом теле, не терпит печали. Итак, обликись ты в радость, которая всегда имеет благодать пред Господом и угодно Ему, и утешайся ею. Всякий радующийся человек совершает добро и помышляет о добре, презирая печаль. А человек печальный всегда зол. Во-первых, потому что оскорбляет Святого Духа, который дан человеку радостным. И во-вторых, потому что он творит беззаконие, не обращаясь к Господу и не исповедуясь перед Ним. Молитва печального человека никогда не достигает престола Божия. И я спросил его, почему же, господин, молитва печального человека не восходит к престолу Господню? Потому, — ответил он, — что печаль пребывает в его сердце. Печаль, смешанная с молитвою, не допускает молитву чистою взойти к престолу Божию. Как вино с добавлением уксуса уже не имеет прежней приятности, так и печаль, примешанная к Святому Духу, не имеет той же чистой молитвы. Посему очищайся от злой печали, и будешь жить с Богом. И все будут жить с Богом, если только отбросят от себя печаль и облекутся в радость. Заповедь одиннадцатая О том, что истинные и ложные пророки познаются на деле. Пастырь показал мне людей, сидящих на скамьях, и одного, стоящего на кафедре, и сказал, «Посмотри на них. Те, которые сидят на скамьях, верующие, а стоящий на кафедре, лжепророк, погубляющий смысл рабов Божиих, тех, которые двоедушествуют, а не истинно верующих. Эти двоедушные приходят к нему, как к пророку, и спрашивают его о том, что станет с ними. И он, не имея в себе силы Духа Божественного, отвечает им, говоря то, что хотят они услышать, и наполняет души их лживыми обещаниями. Будучи суетен, он суетно и отвечает суетным людям. Впрочем, он говорит и кое-что справедливое, потому что дьявол вселяет в него свой Дух, дабы привлечь кого-либо из праведных. Но сильные в вере, облеченные в истину, не присоединяются к таким Духам, но удаляются от них. Двоедушные же и часто кающиеся обращаются за прорицаниями, как и язычники, и навлекают на себя великий грех своим идолопоклонством. Потому что спрашивающий лжепророка является идолопоклонником, он чужд истины и неразумен. А всякий Дух, Богом данный, не дожидается расспросов, но, имея силу Божественную, говорит все сам, потому что он свыше от силы Духа Божия. Дух, который отвечает на вопросы согласно желаниям человеческим, есть Дух земной, легкомысленный, не имеющий силы. Он совсем не говорит, если его не спрашивают. И я сказал, как же можно распознать, кто истинный пророк и кто лжепророк? Выслушай, говорит, об обоих пророках, и потому что я скажу тебе, отличишь пророка Божия от ложного пророка. По делам узнавай человека, который имеет Дух Божий. Во-первых, он спокоен, кроток и смирен, удаляется от всякого зла и суетного желания этого века, ставит себя ниже всех людей и никому не отвечает на вопросы, не говорит наедине. Дух Божий говорит не тогда, когда человек того желает, но когда угодно Богу. Поэтому, когда человек, имеющий Дух Божий, придет в церковь праведных, имеющих веру, там совершается молитва к Господу. Тогда ангел пророческого Духа, приставленный к Нему, исполняет этого человека Духом Святым, и он говорит к собранию, как угодно Богу. Так проявляется Дух Божественный и сила Его. Слушай теперь и о Духе земном, суетном, неразумном и не имеющем силы. Прежде всего, человек, кажущийся исполненным Духа, возвышает себя, стремится к власти, нагл и многословен, живет среди роскоши и многих удовольствий, берет мзду за свое прорицание, без вознаграждения не пророчествует. Может ли Дух Божий брать мзду и пророчествовать? Это не свойственно пророку Божию, и в поступающих таким образом обитает Дух земной. Далее он не входит в собрание мужей праведных, но избегает их, и наоборот, общается с людьми двоедушными и пустыми, пророчествует в местах потаенных и обманывает речами, которые хотят услышать, и говорит суетное людям суетным. Так пустая посуда, когда складывается с другими пустыми же, не разбивается, но они хорошо приходятся одна к другой. А когда он оказывается среди людей праведных, исполненных Духа Божественного, возносящих молитву, тогда и обнаруживается его пустота. Земной Дух от страха покидает его, и он совершенно поверженный ничего не может говорить. Если в кладовую поместить вино или масло и туда же поставить пустой сосуд, а после брать запасы из кладовой, то сосуд, который поставил пустым, пустым и найдешь. И пустые пророки, какими приходят к людям, имеющим Святого Духа, такими и остаются. Вот образ пророка истинного и ложного. Итак, испытывай по делам и по жизни того человека, который говорит, что он имеет Святого Духа. «Верь Духу, приходящему от Бога и имеющему силу. Духу же земному и пустому, в котором нет силы, не верь, ибо Он приходит от дьявола». Задумайся над примером, который приведу я тебе. «Если взять камень и бросить в небо, то сможешь ли докинуть до него? Или же, если взять трубу с водою, направить струю в небо, то сможешь ли ты пробить небо?» «Что ты, господин?» – воскликнул я. «Все это невозможно». «Вот», – сказал он, – «как этого не может быть, так точно Дух земной бессилен и недейственен. Осознай теперь силу свыше приходящую». «Град» – крупинка очень малая, но попадая в голову человека, какую причиняет боль. Или еще пример. Дождевая капля, которая с крыши, скатываясь вниз, источает камень. Видишь, и самое малое, что сверху падает на землю, имеет великую силу. Так силен и Дух Божественный, приходящий свыше. Этому Духу ты верь, а от другого удаляйся. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.